Здравствуйте, здравствуйте, друзья мои! Я недавно выскочила из душа, сейчас 6 июля, понедельник, 14.58. У меня осталось до прихода Володи 5 часов, чуть-чуть больше. А ты волос? Ой, мокрый волос, красивый, спасибо. Вот, знаете, такая мысль недавно возникла, что нужно жить в своё удовольствие и совершенно этого не стесняться. Это очень жаль, когда люди, которые живут в своё удовольствие, что они вот этого стесняются. Этого стесняться совершенно не нужно, как по мне. Если есть такая возможность жить в удовольствии, наслаждаться жизнью, то зачем этого стесняться вообще, не могу понять. У меня какие-то кулинарные дни в последнее время, вот, всё в готовке, круговерть, макароны, гречка, свинина, курица. Она, причём свинину уже несколько раз готовила за последние дни, Володя её очень любит, поэтому я готовлю несколько раз. В день то на тормозок, то на обед, то на ужин. Это самое. Не успеваю даже сфотографировать толком, потому что просто она разлетается, как горячие угли прям. Вот, она просто разлетается. Что ещё я хотела вам сказать сейчас? Вот, буду собираться, смотрю Диану Лёшу лайф и её влоги Дианкины. Вот, посмотрела, как они отмечали день рождения мамы, юбилей её. Ну, просто её повседневную жизнь. Очень люблю Диашку, очень она классная, очень позитивная девчонка. Хорошо, очень она классная, позитивная девчонка, обожаю её влоги. Честно, отдыхаю душой, когда смотрю Дианку. Последние дни ещё до этого смотрела Машу о нашем главном, от неё тоже отдыхаю душой. Вот, успокаиваюсь, морально настраиваюсь на нужный лад, потому что за последнее время у нас будет очень много событий. Во-первых, мы собираемся переезжать. Во-вторых, мы собираемся ехать во Владивосток, получать РВП. А потом мы собираемся ехать к Володиному товарищу и его жене в гости. Они живут во Владивостоке, они переехали из Ясиноватой в Донецк, а из Донецка во Владивосток. Поэтому мы потом собираемся, может, немножко погуляем, потом пойдём к ним в гости, останемся с ночёвкой. Что-то, возможно, вам покажу. Естественно, не всё, потому что не хочу нарушать личное пространство людей. Ну, что-то, возможно, буду показывать, естественно. Вот. Ой, в этом событии действительно очень-очень много. Нашли, говорила нет, очень клёвую квартиру на МЖК. Вот. Я надеюсь, её никто не снимет до этого момента. По-моему, МЖК называется. Жилой комплекс. Я точно не знаю, потому что ещё не совсем ориентируюсь в городе. Из-за того, что из-за коронавируса мы практически всё время сидим дома. Но, естественно, мы стараемся выходить с Дамиром и на пляж, и в парк, и на природу, и на мостик вот этот вот, где уточек кормим. И на китайскую стену, и в магазины, вот, мы в парке посидеть, говорила нет. Мы на площадке детской. Мы всё равно стараемся выходить, где-то на природе погулять. Вот. Естественно, когда карантин закончится, наши вылазки будут гораздо более продолжительные, гораздо более частые. Мы планируем целый день гулять. Планируем как можно больше гулять, как можно больше изучить город, насколько это возможно. Ну, хотя бы потому, что мы это дело любим с Дамиром. Плюс у него появились друзья на этой детской площадке. И я так понимаю, что они там завсегда тая. Эта детская площадка возле торгового центра или, как это называется? По-моему, это торговый центр. Возле торгового центра Апельсин. Там, по-моему, есть, если я не ошибаюсь в названии, то ли Самбари, то ли как-то так. Называется супермаркет или гипермаркет. В общем, поговаривают, что он очень клёвый. Опять-таки, об этом сказал друг Володя, к которому... Ну, они вместе раньше работали. И к которому вот мы в гости поедем. Он сказал, что супермаркет очень клёвый, там очень приемлемые цены. Поэтому обязательно надо будет туда зайти. Вот. Сейчас я собираюсь. А, ещё суп готова, кстати, по подготовке. Макароны, гречка, суп, свинина, курица. И сейчас я собираюсь готовить рыбу. Сейчас, секунду. Володю угостили селёдкой и бычками. Поэтому планирую готовить селёдку, бычки. Вот. Селёдку планирую засолить. Как-то интересно. Вот. С уксусом, с приправами, с луком. Хочется засолить. А на деле, по факту, не знаю, что буду точно с ней делать. Посмотрим ещё. Бычки, Володя говорит, лучше на уху. Поэтому разберёмся. Посмотрим, что с этим сделать. Может, ещё в интернете посмотрим, что было бы лучше сделать именно с этой рыбой. Вот. Да, говори, Домирчик, что ты хотела рассказать? Что это, как там? Ты в кровати будешь ищет? Ну, говори. Что это? Правда, ту девочку, которая не знает, как её зовут на площадке, это сказала, что она знает, что это конкурсастик. Она сказала, что это волш. А сейчас я не могу сказать. Можно я сейчас закончу, и я дам тебе время, а ты выскажешься? Сейчас я не могу сказать. Мм? И можно сказать. Нет, сейчас я тебе дам время. Так, значит, сейчас, помимо этого всего, я хочу сказать, что что-то в последнее время мой желудок бунтует и в плане супов, даже овощной суп. То есть что-то ему супы совсем не нравятся в последнее время. Бунтует, как всегда, против хлеба, поэтому хлеб даже один кусочек в день. Для меня это в данный момент смерть. Поэтому планирую не есть хлеб до... Ну, наверное, никогда, когда, когда. Ну, в конце недели, наверное, мы будем делать... А? Хлебцы или не ела? Да. Скорее всего, до конца недели я не буду вообще есть хлеб. Вот. А в конце недели мы планировали сделать покупки. Вот. Мы планируем поехать купить одежду, обувь. И мы планируем скупиться в магазине в плане продуктов и бытовой химии. И когда уже будем скупляться именно так масштабно в плане продуктов и всего прочего, я планирую купить себе такой небольшой запас хлебцев. Вот. Поэтому присматриваясь, присматриваясь, какие лучше взять, возможно, заменю хлеб ими. Вот. Ну, по крайней мере, планирую так пока что. Сейчас я буду собираться. Буду собираться. Надеюсь, мои волосы высохнут. Я не очень хочу полить их феном. Давно им не пользуюсь. Хотя у меня есть очень клевый, профессиональный немецкий фен. Еще со времен моей учебы... Еще со времен моей учебы в 2012 году, когда я училась в парикмахерской школе Этуаль. По челюскинцев. Сейчас они вроде бы как переехали и находятся на Щерса в Донецке. Еще тогда, когда я училась именно в Донецке, мы купили этот фен. Вот. Ну, родители мне его купили. И вы знаете, по сей день он мне прекрасно служит. А свой Филипс, который мне когда-то подарил Володя, и от которого я была в огромном восторге, я подарила его Лене, своей коллеге по работе. Вот. Я еще ей чайник оставила свой. Вот. Оставила свою нерабочую, но ее нужно отремонтировать, микроволновку у Валерия. Вот. А, и машинку свою. Она там барахлила. Не знаю. А вдруг она заработала. Тоже немецкая клевая машинка для стрижки. Вот. Которую мне подпортили в сервисе во время заточки. Ну, блин, а вдруг она и правда заработает. Вот. Ее я оставила тоже Валере. Если заработает, то я буду очень рада, и если она сможет ему пригодиться, хоть даже если не стричься, там, продать ее, вот. Я буду очень рада, если она ему еще послужит, хоть в таком плане. Вот. Что еще? Значит, а мою мультиварку Валера там предлагал продать многим людям, вот. И ее у меня купила одна женщина, которая у нас сидела на МРТ. Тоже очень клевая женщина на входе. То есть она там принимала денежки, знаете, такое, за услуги. Вот. Давала бахилы там, я так понимаю, снимки или что. Ну, в общем, вот такую вот административную, скажем так, такую часть самой процедуры она проводила. Вот она у меня ее купила, эту мультиварку. Тоже очень клевая женщина. Она мне в свое время подарила пуховик. Она мне в свое время много там одежды надарила, когда у меня случился трабл с одеждой, когда у меня всю одежду поела моль, погрызли мыши на доме у моего дяди заброшенном, вот. Когда я там оставила вещи после переезда. И когда я осталась вообще без вещей, а сразу как бы все и не купишь по деньгам. Хотя у меня была неплохая зарплата в больнице. Но у меня тогда много денег ушло и мне на телефон, и Володя переслала деньги там первое время один раз. Вот. И маме потом на подарок телефон. И, в общем-то, как-то оно туда-сюда, и как бы особо денег на пополнение гардероба не было. Вот. Ну и Володе тут тоже очень тяжело, не сладко приходилось первое время, когда он только сюда приехал. Потому что вы, как уже знаете, мы приехали без ничего, можно так сказать. Вот. И тем не менее наши планы идут в гору, и тем не менее все постепенно наконец-то налаживается. Хотя еще очень-очень много нужно будет проделать работы, но тем не менее все постепенно налаживается. Так, сколько у меня времени есть на сборы, на сборы. Эй, эй, таймер, вернись. Так, в общем, ай, чайник, я говорила, нет, тоже ли я не подарила. Вот. Подарки были сделаны от чистой души, вот. Возможно, если бы Валера не поставила на продажу мультиварку, то, возможно, я бы ее тоже подарила, потому что, ну, мне тащить все эти вещи, потом нужно было весеновату, а потом, ну, мне тяжело было очень, вот. Вот, это все тащить. Можно, конечно, вызвать такси, было, вот, но мне на тот момент я уже уволилась, и мне еще не заплатили мои вот эти вот увольнительные денежки, отпускные и так далее. То есть мне еще вот это все не заплатили, и у меня оно не было, у меня тысячи рублей на такси. Вот. Об этом я ничего с собой не забирала. И, ну, в любом случае мне было приятно людям доставить какую-то радость, подарить, что смогла, продать, что смогла отдать, что смогла, вот. В любом случае мне было очень приятно это сделать. Что еще хотела сказать? Поэтому мы сейчас, я буду собираться, мы с Дамиром хотим пойти в Рэми, потом я буду стирать, готовить рыбу, как я уже говорила, делать уборку. И мне написали как-то комментарии, а нет, мне сообщение написали, что вот у тебя здесь комнатушка, от тебя даже тараканы убежали, потому что, типа, в вашей комнатушке никто не хочет жить. Тараканы живут там, где грязно. У нас не грязно, поэтому тараканов у нас нет. А то, что мы не обустраивали комнату в общежитии, ну, как бы, если бы мы здесь собирались жить надолго, то, наверное, мы бы ее, естественно, обустроили, так как свое жилище, как свою жилую комнату. А так как мы не собираемся здесь жить, то какой смысл вкладывать деньги, ну, блин, опять вылезла эта застежка, то какой смысл вкладывать деньги в место, где вы не планируете жить? Мы вообще здесь даже меньше собирались пробыть, просто из-за того, что документы заняли по деньгам гораздо больше, чем мы думали, из-за того, что начался коронавирус и риэлтор, которому мы уже заплатили деньги за услуги, заплатили деньги фирме. То есть она сказала, мы не показываем сейчас квартиру. То есть, ну, блин, это кошмар какой-то вот. То есть мы уже заплатили все деньги за услуги, а получилось оно как бы вот так, как получилось. И поэтому мы не обустраивали эту комнату, не вижу никакого смысла, да, можно было бы повесить шторы, но здесь нет. У нас есть, кстати, шторы, они лежат вот просто. Нужно делать вот эту вот штангу вешать для штор. Ее нужно куда-то вот дробить стены, то есть ее нужно куда-то что-то встрамлять. Можно, конечно, на леску было все это сделать, но опять-таки это все нужно делать. Володя освобождается с работы, приезжает в полдевятого. Вот честно, мне вот не очень хочется теребить мужа, чтобы он повесил шторы в 9 часов вечера этим заниматься. Он пока с работы придет, разденется, кофе попьет. Туда-сюда уже и 9. Заставлять мужа в 9 часов вечера после тяжелой работы еще и сидеть тут шторы вешать. Вы меня извините. В комнате, в которой мы не планируем вообще жить. Ну, какой смысл? Мы никогда не рассматривали эту комнату и это общежитие как место, в котором мы бы хотели жить и которое мы бы хотели обустроить. Все квартиры, в которых мы жили, мы всегда обустраивали как свое жилище. Мы всегда пытались все квартиры обуютить, что-то докупить, подкупить. Одна из наших последних квартир, мы вообще в ней сделали косметический ремонт, потому как мы рассматривали эту квартиру для жилья. Потому как мы планировали в ней жить. И мы в ней прожили 2 года и, ну, нет, не 2 года. Мы в ней прожили, ну, почти полтора года. Вот, практически полтора года мы в ней прожили. Мы собирались с ней жить, и мы в ней жили, поэтому мы ее обуютили. Мы сделали ремонт косметический, мы купили кучу всяких уютных вещичек, всяких там пледиков, корзиночек, коврик, подножки возле кроватки, поменяли шторы, там, господи, напривозили техники, стиралка, микроволновка, этот самый кухонный комбайн, у меня там стоял тостер, чайник, кофеварка. То есть мы ее оборудовали, обустроили всю эту квартиру. Она была выставлена на продажу, когда люди приходили ее смотреть, они реально ее хотели купить. И хотели там, допустим, какое-то время поснимать ее, да, а потом типа купить. И спрашивают, а вот это вот все, это типа, ну, с этим всем она сдавалась квартира? Я говорю, нет, говорю, это все наше. Я говорю, тут даже ремонта не было раньше. Поэтому мы не рассматривали сразу это место, как место, в котором мы будем жить. Поэтому мы вообще ничего не обустраивали. Даже кухонный уголок, который купил Володя, я даже сказала, нет смысла в нем, ни дверцы, ничего в нем не надо ставить, ничего не нужно делать. Никакие коврики, говневрики, тем более у нас кот. Кот будет расценивать, маленький кот будет расценивать коврик, как пеленочку, и будет гадить на этот коврик первое время. К чему мне? Тем более мы даже одеяло выбросили, он обгадил одеяло, нам его пришлось выбросить, потому что у нас нет здесь стиральной машины. И его постирать, ну, нереально. Можно было, конечно, сдать в химчистку. Но тогда был праздник у нас, у нас были гости, и как бы, когда я поняла, что одеяло обгажено, вот, извините, уже практически сутки прошли, и мне не хотелось вот это вот все тащить в химчистку. Мы просто решили его выбросить, это дешевое одеяло, оно стоит 500 рублей. Оно, конечно, прикольное, тепленькое, клевенькое. Как бы, да, 500 рублей тоже на дороге не валялись, но тем не менее, к чему? К чему? Зачем этим заниматься? И поэтому я сказала, Володя, не надо ничего здесь, блин, делать. У нас даже здесь шкафа нет, у меня вещи разложены по полкам, которыми я пользуюсь, все остальные спрятаны в сумке, пакеты и убраны в сторону, в угол. Потому что мы не собираемся здесь жить, зачем нам покупать шкаф, если мы будем снимать квартиру, там, допустим, уже будут эти шкафы, и куда мы будем свой девать? Мы его будем продавать? Куда мы его будем девать? А может, хозяева квартиры скажут, а нахер мне ваш шкаф здесь, вы будете его втаскивать, поцарапайте мне полы и так далее. Поэтому мы хотели стиралку купить, а потом подумали, ну нафига, блин, ее покупать? И там у нас произошел трабл с документами, мы потратили больше на 15 тысяч, чем мы рассчитывали, как-то так оно получилось. И нам эти деньги понадобились гораздо раньше, чем мы думали. Поэтому мы не стали покупать ни стиралку, ничего вообще из того, что планировали, мы не купили. Я не вижу смысла реально. Вот кто-то, кто-то собирается жить в общежитии, кто-то хочет жить в общежитии, преследует какую-то цель жить, и я бытия здесь на долгий срок, но мы такой цели не преследовали. Общежитие – это абсолютно не наша тема, ни моя, ни Володина. И я считаю, что жить с ребенком в общежитии, тем более с ребенком-школьником, ну это вообще верх маразма. То есть он будет сидеть, делать уроки, тут я с Володей. Нам может, в конце концов, мы молодая семья, мы молодые мужчины и женщины, сами понимаете, к чему я клоню. И как бы мы все находимся в одной комнате, на одном периметре – это неправильно, это ненормально. У каждого должно быть свое личное пространство, у ребенка должна быть своя комната, у взрослых должна быть своя комната. И на одном клапте жить, как бы, да, всем втроем, ну, здесь же и готовить, и здесь же ему и уроки делать, здесь же он и мультики смотрит, здесь же мы и кушаем. То есть, ну, все это в одном месте, это, ну, серьезно. Плюс это не очень гигиенично пользоваться общим санузлом. Это, ну, понимаете, когда ты идешь мыть посуду и понимаешь, что там чужие сопли в раковине, ну, это такое себе удовольствие. Когда ты идешь в туалет и понимаешь, что кто-то стоит свои трусы с носками стирает, или, допустим, обувь моют в раковине, а я реально такое видела, мне, допустим, ну, не очень приятно потом там мыть посуду. Вот. Что самое стремное, это то, что можно хоть тысячу раз сказать, зачем ты это говоришь, зачем ты это обсуждаешь, но я же сейчас говорю правду, я же говорю так, как оно есть, ну, как бы, какой смысл мне врать, какой смысл мне это скрывать, вот. Я сказала так, как оно есть, я рассказываю о своей жизни, и это, к сожалению, сейчас является частью моей жизни, вот. Поэтому я считаю, что, ну, я не хочу никого судить, кто здесь живет на долгое время, но мы никогда не рассматривали это место, поэтому мы не делали здесь никаких не обуютиваний, ни косметических ремонтов, ничего. Мы здесь просто немножечко капельку пожить, переждать там какое-то время, да, поднасобирать денег и свалить, и все. Мы не обживались, мы ничего не делали. Я даже на работе первое время, когда работала, я тоже сразу прям не обживалась. Я потом только обустроила там себе то, сё, там, сям, короче, всё, всё обустроила, мне даже девчонка говорила одна из микрохирургии глаза, почему ты не обустраиваешь своё, своё рабочее место, не обуютиваешь его? Я говорю, да не знаю, говорю, как-то, ну, не знаю, говорю, вдруг меня уволят, вот, хотя проработала я там два года. И буквально через несколько месяцев, когда я поняла, что мне здесь нравится работать, что мне здесь хорошо, что у меня всё получается, я тогда решила обуютить своё рабочее место, вот, вот так вот, что ещё, поэтому ещё раз повторюсь, который раз уже, мы не собираемся здесь жить надолго, на постоянку, поэтому изначально цель сделать из этой комнаты жилую комнату не стояла. Покупать лишние атрибуты, которые будут и так на съёмной квартире, не видели мы никакого смысла, вот так. Ещё хочу отдельный момент сказать по поводу наших соседей, дяди Васи и тёти Наташи и Эдика. Это очень клёвые соседи, это очень клёвые люди, они всегда выручат, они всегда помогут, тётя Наташа всегда чем-то угостить старается, я уже показывала вам в инстаграме, как мы с Дамиром пили чай, вот, она угощала нас халвой, пряничками, вот, не было денежек, там она и хлебушек, и масочка подсолнечная, и, ну, всегда выручат, всегда, если что, какую-то копеечку, даже если у самих нет, они найдут, они займут, вот. Всегда, если, то есть, они знают, что мы им там заняли, последние от себя оторвали, они всегда стараются, возможно, где-то перезанять деньги, чтобы нам вернуть. Если, то есть, мы вдруг почуялось круто, да, трудно ещё в рашинятках, вот. И очень клёвые, очень позитивные люди. Дядя Вася тоже постоянно, если заходит к нам, он постоянно что-то принесёт, то виноградик мне принесёт, манго. Впервые я попробовала именно от дяди Васи. Дядя Вася угостил меня манго, я никогда не ела манго, кроме как, это самое, сейчас я скажу, я покупала, да, неплохо. Я когда, хорошо, Дамир ананас хочет попробовать. Я пробовала манго один раз, только в баночке в сиропе. Хорошо, Зай, и кокос он хочет попробовать. И я как-то купила себе манго в этом, господи, в Амсторе, в Донецке, на цирке Космос по улице Стадионы. Я купила себе манго, он оказался зелёным, вот. Я не умела их выбирать, но мне очень хотелось. И, в общем, купила то, что было, вот. И немножечко ошиблась в выборе, вот. Потом что ещё? Оказывается, здесь местные жарят молоко. И дядя Вася тоже нам приносил, не раз угощал, очень вкусно. Салат приносил, угощал по типу еврейского салата, но он немножечко другой. Я не помню, он такой немножечко как оранжевый был, я не помню, с чем он там был, вот. Мне такое есть нельзя, к сожалению, у меня будет плохо. Володьку покушал с удовольствием, вот. Дядя Вася, когда заходит, он всегда принесёт какие-то конфетки. И тётя Наташа тоже. И с Пасхой они нас приходили, поздравляли, вот. И мы у них в гостях были, и они у нас в гостях были. Дядя Вася вот приносил печеньки, конфетки, орешки малому, вот. Приносил. В первый же день, когда мы сюда приехали, я сказала, что малого акклиматизация, у него был долгий переезд, перелёт. Тяжело на организм, говорю. Началась температура, он тут же прибежал, принёс нам детский нурофен запечатанный. Вот. Ещё, что ещё, что ещё, что ещё? Увидел, короче, на днях такой, говорит, что ты, говорит, гундосишь, типа, что ты в нос разговариваешь. Я говорю, да я плакала. Говорю, чай, я тебе лекарства принесу. Принёс печеньки, печенек ещё очень вкусных, клёвых. Никогда такие не пробовала. Ребёнку мороженое принёс. То есть, ну, какие-то милые маленькие гостинчики, зная, что у нас ребёнок, они всегда принесут, всегда порадуют. Очень всегда спросят, как дела, всегда спросят, что у нас, чего у нас. Вот. Всегда всем помогут. Очень клёвые, позитивные люди. И дядя Вася украинец. Я им даже чернобыльцы пела, когда они у нас были в гостях. И дядя Наташа очень понравилась, как мы поговорили там на украинском. И дядя Вася, может, вспомнился родной язык. Место такое, а так бросать это место весело. Да миру даже от моих рассказов стало жалко бросать это место весёлое. Ещё здесь у нас живут люди, такие как Руслан и Гелия, его жена. Гелия нам тоже помогала. Малого было ему плохо, его очень тошнило. Она нам лекарства дала. Постоянно здоровается, улыбается с малым. Руслан нам неоднократно помогал, его муж. Мы бы тоже ему помогли, но нам нечем. И он никогда, они не просили у нас помощи. Хотя Гелия как-то за чесноком заходила ко мне. Очень помогла мне, когда тошнила. Да, Дамирчик говорит, очень помогла тётя Гелия, когда его тошнила. Вот так вот, поэтому, несмотря на всё, есть люди, которые очень-очень клёвые здесь. От которых я получаю приятные эмоции, позитив. В Геле ещё жила девочка одно время с Лялечкой. Тоже очень хорошая девчонка, умничка, старается. Молоденькая совсем, мамочка. Какие хорошие, говорит, тут люди. Поэтому есть масса-масса людей, которые хорошие, которые клёвые. Да, говори. Сейчас, подожди секунду. В общем-то, поэтому вот как-то так всё, я буду собираться. Сейчас Дамир что-то хочет своё рассказать. Поэтому много прям не надо, мне же надо собираться. Поэтому вот так вот есть люди клёвые, есть люди замечательные, которые меня окружают. Я не ищу во всём негатив. Я рассказываю то, как я считаю, то, как обстоят дела, по моему личному мнению. И у меня была такая угроза, что я тоже о тебе выскажу в интернете и так далее. Вот мне пришло сообщение, мне написали, что мне выскажут в интернете всё, что обо мне думают. Если вы хотите высказать всё, что вы обо мне думаете посредством интернета, пожалуйста, можете снять обо мне сториз, написать обо мне пост, какая я плохая. Можете создать свой ютуб-канал, если у вас его нет, и снять обо мне видео, какая я ужасная женщина. Меня это не расстроит. Я привыкла к хейту. Я к этому привыкла. Я к этому... Ты задрала, ты уже вылазит, Серёжка. Я к хейту привыкла. Я к хейту готова. И я хочу сказать, что если кто-то решит снять обо мне видео, какая я ужасная, спародировать меня или ещё что-то в таком духе, я совершенно не расстроюсь. Потому что ещё раз повторяю, я привыкла к хейту, готова к нему. И вы не будете новеньким в этом вопросе, потому что вы не первооткрыватель, скажем так. Если порыться в интернете, обо мне есть целые посвящённые прям ролики обсуждению меня от... Как эти люди называют себя? От топовых блогеров. Вот. Мадам Баба Алёна, королева мукбанов, она сняла целое 30-минутное видео, рассказывая обо мне. Вот. Она не называла там моего имени, но она рассказывала обо мне. Потому как она рассказывала такие моменты, как... Ну, по ней можно было понять, что речь обо мне, потому что она говорила всё, что я делала в одном из своих видео. Всё, о чём я говорила, всё, о чём я делаю. Ну, и как бы немножечко добавила отсебятины в... Ну, так сказать, в мой адрес. Перешла на личности, скажем так. Вот. И периодически она это делала не только в этом ролике, а так вскользь, рассказывая обо мне. Вот. Просто она никогда не называет имён других блогеров, не называла до определённого момента. Поэтому и моего имени она тоже не называла. Но, тем не менее, тем не менее, речь обо мне. Это не единственный блогер, который снимал уже видео обо мне. Поэтому, если кто-то хочет снять видео обо мне и высказаться обо мне посредством интернета, соцсетей, видеоролика, мне наплевать. Вот серьёзно. Вот я уж точно не буду устраивать из этого бурю, эмоций, скандал и всё такое. Я считаю, что каждый человек волен высказать своё мнение, если он считает, что это нужно. Вот. И блогеры это такая каста людей, которые рассказывают о своей жизни, рассказывают своё мнение. Возможно, иногда не прямо людям, не косвенно, не прямо обращаясь к ним, да. А высказывают своё мнение у себя на канале. Рассказывают о том, что кто-то другой заел бы свою проблему, запил бы таблеточку, отлежался, отоспался. А блогеры высказывают свои проблемы, свою личную жизнь, свои слёзки и всё прочее, и свои радости. Они высказывают всё это на камеру. И кто-то может это осудить, кто-то может это не понять, а кто-то такой же точно. Поэтому все мы люди разные, и все мы по-разному ощущаем этот мир. И это нужно понять, и это нужно принять. Особенно странно, когда люди обижаются на меня, когда они совершенно не являются, допустим, для меня друзьями, вот. Когда я там что-то там сказала или ещё что-то. Ещё странно, что некоторые воспринимают... Это уже не первая ситуация. Я когда-то написала пост в Инстаграме, и мне начала писать одна моя знакомая, что типа она возмущалась и так далее. То есть она подумала, что я написала о ней, а я писала вообще не о ней. Вот, я уже об этом писала в Инстаграме, что вот я не о ней как бы, да, я об этом снимала ролик на Ютубе, что не нужно воспринимать каждую мою фразу на себя. Всё, что вы себе надумали, это вы себе надумали. Я уже много раз говорила, что другие люди, если есть хоть малейший шанс понять тебя неправильно, они именно так и сделают. Всё, а теперь, если кто-то что-то воспринял на себя, ну вот извините, как бы, да, если я скажу коровы, и рядом будет идти мимо меня полная женщина, и решить, что я сказала на неё, вот, а я, допустим, просто общаюсь с ребёнком и там назвала, ну, просто животное, да, корова, или там коза, или там ещё что-то, или там оленя, рядом будет идти, мужик. Если этот человек подумает, что я сказала на него, это его проблема. И знаете, как вот такая проблема, когда рядом кто-то смеётся, а человек с заниженной самооценкой сразу начинает думать, что смеются именно с него. Но вот это проблема этого человека с заниженной самооценкой. Не нужно воспринимать каждый мой ролик, каждый мой пост на себя. Это проблема ваша и только ваша. Всё, а теперь Дамир что-то хочет рассказать, и я буду собираться, и мы побежим с ним в Рэмми. Что? Так, реклама. Давай рассказывай, потому что я уже полчаса тут наболтала, а мне нужно ещё собираться. Давай. Да. Подписчики, знаете, что меня больше всего достают? Что, что, я не могу дальше брать, я не знаю, найти дальше не могу. Почему я не могу, потому что, да, это дорого тебе, дорого, дорого, дорого. А я так хочу, это прям вот так. Это всё? Нет. А, и ещё не тут ладно. Вот так вот. Да. И они добрые, пряночки. Пряночки не вкусные. Даже халву хотят попробовать. Ну, изюм я не ем, подписчики. Да, халва была просто с изюмом. Ну-ну. А ещё, ну, я в Пасхе тоже не упрю его от него. Да, Дамир даже в Пасхах не ест халву. Я её выковыриваю. Какую халву? Какую? Простите, она. Простите, она. Изюм он не ест в Пасхах. Я выковыриваю. У меня губы стянуло так, что у меня рот нормально не открывается. А боюсь, что они лопнут. Ещё облазят у меня корочки с губ. Я уже не знаю, когда это всё закончится. С радость на корочке пирога. Да, мы продолжаем читать книжку. Уже, по-моему, на 9 главе остановились. Там была страничка, я ему узнаю, почему она называется «С радость на корочке пирога». Есть ещё что сказать? Я бегу собираться. Есть, конечно же. Давай, вещай. Да, ещё надо сокрованную халву мне купить. Ананасика. Друзья мои, я в следующий раз, я на следующую Пасху буду печь Пасхи сама и уже без изюма. По предпочтениям ребёнка. Она будет без изюма. Да, говори. А папе можно из изюма? Представь, я потом не пойму, где папе, а где тебе. Он съест без изюма, а тебе с изюмом останется. Вот сюда. Надо как-то обозначить её. Какой-то цветочек прилепить на твою пасочку сверху маленький. А папе какую-нибудь тугую картинку. Это не картинка. Цветочки, они как вот эта посыпочка, как точечки. Только это такие небольшие цветочки там есть ещё. Я хочу в уголь-воголь, которым промазывают Пасхи сверху. Хочу попробовать ногой-ногой. И я мне когда-то пекла такие Пасхи, как будто дом, как будто такие лестнички. Так было красиво. Да? Да. Всё-всё. Я расскажу в следующем видео, кое-какую телу в следующем. Только я хочу ещё кошку сказать на этом видео. Так, нам же ещё нужно будет потом показать про пчёлок твою игру. И про катай кошку. Мы в следующем видео это покажем. Ты ещё про мороженое что-то хотела рассказать. Про кого? Которым дядя Вася угостил, наверное. Да-да. Это молочный скимол, но с караном было. С молочным, наверное. Ну, да. Да, и я сначала поиздал с каран, потом откуса, а не ласкаврала, а и ложечка, как у меня там была, тарелочка, и слен. Ложечки заберут. Я поглядывала и слегка так завидовала, думаю, вкусно, да, Мирчику, наверное. Тарелочку облизывала. Ты что, и тарелки облизываешь, когда ешь? Да, так было очень вкусно, что немного. Знаете, как в детском садике дети наедятся и тарелки облизывают, как с голодного края, да, Мирчик, ты что? Ну, очень вкусно, я была мороженая. Ты же так раньше каждый день ел мороженое. Это сейчас мы что-то подзасиделись. А, ну, все, я хочу сказать, ну, еще и тему, которую я хотела в следующем видео, я и тут расскажу. Ну, давай говори, я подзывала. Да, я ее могла доехала к Руси, до дороги, и дальше шли и пошла. Ну, конечно же, ребенка нельзя. А Рая там не... Я уже подумала, как же Рая, она устает. Да, кстати, Дамирчик, бабушка Рая очень обижалась, хотя вам никогда и не говорила о том, что вы постоянно ее бросали на прогулки, убегали, она постоянно вас догоняла. Нельзя так делать. Если гуляете, надо гулять всем вместе. Ну, ты маленький, а бабушка Лиля должна была это понимать. А еще и на круче, и было как-то типа пикник, я думала только о телескопе, тогда и такой роботой, и оно и без монстриками. Так я же тебе купила телескоп с папой. А, да? Какой телескоп? А, это микроскоп был. Да, да, да. Да, еще я думаю о телескопе, и я тут, правда, где с монстрами. Я не ее тоже скачаю, а когда-нибудь монстр на ноутбук скачаю, монстр на компьютер, куда там пара будет, время дойдет. Мне нравится, как ты подстрижен сейчас. Такое основное у вас лежит. Ну, все, я буду собираться. Посмотрите. Все, друзья мои, пока-пока. До новых встреч. Пока-пока. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и все-все. И не забывайте подписываться на наш инстаграм, там всегда самые первые новости из нашей жизни. Пока-пока. 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 Продолжение следует...